Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну что, уже практически второй месяц лета у нас заканчивается. Но в этом году немножко погода, конечно, нас и подвела, и порадовала. Но, слава богу, урожай имеем, поэтому не будем уже сильно, как говорится, ругать погоду. С урожаем у нас практически все нормально. И я сегодня хочу ответить на ваши вопросы, которые задавались. И поэтому вопросов очень много, быстро, бегло пробежимся. Во-первых, по саду. Значит, по саду спрашивали, какие обработки сейчас в саду производить, особенно груши. Груши, конечно же, из-за грибкового заболевания, из-за пятнистости, конечно, надо обрабатывать. Сад обрабатывается три раза. Поэтому именно, когда яблочко или грушка набирают такой размер, примерно как пятак хороший, то это уже будет вторая обработка. Третья обработка за 20 дней до сбора урожая. Обрабатываем. Вы прекрасно можете узнать препараты именно в магазинах, выбрать для себя и обрабатывать. Узнать свое заболевание обязательно узнавайте по листочкам. Сейчас информации очень много. У нас был вопрос такой, какую яблоню посадить из ранних. Значит, прежде всего, ранний всегда считался у нас белый налив. И, естественно, в садах всегда радовались, особенно дети, когда вызревали эти яблочки. Конечно, они у нас красивые ранние, но яблоки быстро мягчают. То есть, у них мякость становится рыхлая. И можно видеть даже такое остекленение, потому что у них очень много сока. И когда при кусании, они становятся рыхлые. Простите, что кушаю. Но вкус, конечно, бесподобный. Аромат этой яблони не сравним ни с чем. В наше время существуют еще ранние сорта яблок. И это, прежде всего, Женева. Яблоня бесподобная. Во-первых, она вызревает, наверное, на неделю или на дне 10 раньше, чем белый налив. Поэтому яблонька эта заслуживает тоже, как говорится, уважения. И у кого есть такая возможность, приобретите этот сорт и посадите. Мало того, что он красивый. Он при созревании полное, когда яблочко наливается полностью в красный цвет, оно полностью становится внутри розовое. И это придает особый колорит вот этому яблоку. Особенно, когда вы готовите пироги или, как я, делаю компоты. Мне очень нравится, потому что дети приезжают не всегда. И угостить из раннего яблочка не всегда получается по срокам. Поэтому я их делаю ароматные компоты. Закрываю в баночке, режу. При этом это яблочко дает розовый цвет компоту. И очень декоративный. Само яблоко по себе, оно очень сочное. Тоже кисло-сладкого цвета, ой, вкуса. И аромат, конечно, тоже у нее хороший. Единственный недостаток этой яблони, то, что при созревании, когда яблочко наливается, начинается оно вот с зеленого цвета и превращается в красный. Видите, даже остаются еще пятна. Они полностью потом становятся красными. И яблонька, конечно, полностью осыпается. Это единственный недостаток по этой яблони. И еще самое вкусное раннее яблоко. Показываю его. Почему? Потому что у меня маленькая яблонька. И яблочки на ней в этом году маленькие. То есть, первый урожай такой очень... Мне пришлось освобождать эту яблоньку от яблочек, потому что она бы переломалась. Но эти яблоки по вкусу, они сладкие, как мед. И вот именно ранний урожай, то есть, они уже тоже созрели, как белый налив и как женева. И вот это конфетная, называется конфетный сорт, конфетная яблоня. Поэтому используйте эту информацию для посадки ранних деревьев. Пошли дальше. Итак, все вопросы о персике. Если посмотреть на персик, то, конечно, для профилактики необходима сейчас обработка. Но как быть, если персики наши созревают? Поэтому здесь работаем или препаратами, которые работают в одни сутки, такие как привикур, я еще попозже расскажу про этот препарат, или другим препаратом, как атлантик, который срабатывает именно по этим грибковым заболеваниям и останавливает очаг заболевания. Что же касается вопросов по персику. Какие персики бывают ранние, поздние и среднего срока созревания? Конечно, персики бывают разные. Если взять у нас, хорошо растет киевский ранний. Ну, если его не ограничивать в росте, вот можно посмотреть, какие деревья огромные вырастают. И персики при наливе, вот чуть-чуть, Сережа, подальше, вот видно. При наливе они становятся очень огромные. Они, конечно, плодоносят гораздо позже, чем ранние персики. Но при наливе они становятся огромными. И практически через год происходит облом этих веток. И дерево, конечно, надо контролировать вот этот урожай, потому что он не выдерживает. Если посмотреть, вот смотрите, на персики, сейчас я вам покажу. Вот, на веточке персик, да? Вот я почему говорю, что персик высосет все соки у растения? Потому что его оторвать очень сложно, понимаете? Он пока не напьется, пока он не вызрит, пока он не станет мягким, его трудно оторвать от ветки. Его просто надо рвать и ломать. Поэтому персики, они, если завязались, то они могут уничтожить вот свое дерево. Почему? Потому что ослабить его, если большой урожай. Поэтому здесь надо контролировать. Вот, допустим, вопрос был, можно ли из косточки вырастить дерево. Вот, пожалуйста, дерево из косточки. Единственное, что оно маленькое, сажалось дерево из косточки, я не стала пересаживать. В этом же месте оно у меня и росло. Вот, и единственное, что вот на четвертый год оно дало урожай, мне надо было его, конечно, сбросить. Потому что, ну просто, здесь уже сколько оборвано персиков, потому что кушают, приходят, кушают, угощаются. И я угощаю. Вот, и птички, смотрите, тоже угощают с этими персиками. Вот видите дырки. Вот, персики замечательные. И я сначала думала, что этот персик я посадила со своего персика. То есть, у меня 6 сортов в моих деревьях, уже больших, которые давно плодоносят. И думала из них. Но это оказался просто покупной персик, который я тоже собираю косточки, или кто-то угостит, или где-то куплю. И эти косточки тоже высаживаю. И вот, смотрите, из косточки получился, правда, теперь уже не знаю, какое название этого сорта. Сорт получается пресный, то есть, не особо вкусный. Такой, как вот, допустим, мой сорт, я все киевские ранние, вот это хвалю. Также белоплодный, очень вкусный. Белоплодный еще, конечно, они наливаются, но он тоже такой ядреный в этом году, что все ветки у меня практически на земле. Вот. И ранний, который дает каждый год огромный урожай, но они все мелкие. Почему? Потому что их очень много. Их очень много, они сочные. И их, конечно, очень любят и осы, и шершни прилетают на эти персики. Но они шикарные, они очень сочные. Ммм, до косточки съедаются. Очень вкусные. Вот. Поэтому я этот персик все время берегу. Болеет он очень, конечно, у него по стволу все время камень истечение вот это. Но удалить я не могу этот персик, потому что он мне дорог, из-за того, что я забираю много персиков. Также по абрикосам был. Какой посадить? Почему абрикосы не плодоносят? Во-первых, абрикосы не плодоносят по нескольким причинам. Вы сажаете непонятно какой сорт в своем регионе. Быстрее всего, что везете. Где-то крымские привозят сюда к нам абрикосы, которые у нас тут просто на плодоношение не вступают. Потому что они попадают под заморозки или подмерзают, или вообще вымерзают на четвертый год, или же плодов нет. Так вот, смотрите. Если вы покупаете сортовой абрикос. Сортовой абрикос, это не тот абрикос, который растет в Крыму на дорожках. Вот такой небольшой, который суховатый, продолговатый. А именно тот абрикос, который на целую ладошку бывают плоды у него. И он, конечно, красив сам по себе. Косточка тоже хорошо отделяет. Сортовые, они крупные. И, конечно же, сортовые, они более капризные. То есть, они подвергаются подмерзанию. Цвет опадает. Они под ледяной дождь попадут. Они страдают цветением. Они поражаются болезнями. Их очень любят все мухи, червяки. И, короче, с ними проблем непонятно сколько. Поэтому, если вы уже не такой сильный, как говорится, гурман абрикосов, вы можете не сажать это дерево. Потому что оно растет очень мощно. Его надо постоянно подстригать. Его 8 раз надо обрабатывать, чтобы скушать абрикосы. Причем в ограниченном количестве. Их не бывает много. Почему? Потому что то они подгнивают, то они ударяются. Их попортит какая-то птичка, клюнет, они гниют. Поэтому абрикос собирать очень сложно. Поэтому не дурите себе голову. Не сажайте вы это великое дерево. А купите себе пару килограмм абрикос. Наешьте сколько надо. Или закатайте эти компоты. Купите по сезону. Они недорогие. И поверьте мне, это будет дешевле, чем иметь это дерево и высаживать. Но если вы высаживаете, тогда, конечно, за этим деревом нужен просто генеральный уход. Вот. Идем дальше. Итак, вопросы тоже по огуречнику и нашим томатам. Прежде всего, отвечу на вопрос тех, которые стремятся все-таки сохранить свои растения, вылечить заболевания, которые присущи сейчас на всем огуречнике. И дальше использовать эти плоды. Конечно, когда плоды сейчас уже растут и огуречник болеет, их лишь бы чем не обработаешь. Потому что все-таки в пищу вы употребляете эти плоды. А как известно, 90% огурец состоит из воды. Поэтому он пьет то, чем поете. И если вот именно для тех, кто хочет вылечить свои пятнистости, свои грибковые заболевания, такие как мучнистая роса и всякие бурые пятнистости, ну, разные пятнистости, для огуречника в этот период используйте тогда привикур. Привикур – это биологический препарат, который работает на растении до 24 часов. То есть выход, как говорят, выход после применения этого препарата – сутки. Поэтому через сутки вы можете кушать свою продукцию, смело употребляя. То есть этот препарат не вреден. Он занимает самый последний, низший класс опасности. И поэтому он хорош для всех грибных заболеваний на всех растениях. Вы можете также обработать тот же персик, который сейчас кушаете. Вы можете обработать цветы, которые заболели у вас витофторозом. То же самое для растений томатов, которые тоже сейчас уже собираем, а не красные. Но для профилактики нужна обработка. Всегда запомнить такое правило. Когда начинает желтеть огуречник, у нас надо обрабатывать именно картофель, именно томаты и обязательно виноград для профилактических целей от фитофтороза. Поэтому эти препараты хороши именно для тех растений, которые вы собираете и кушаете. Но я все-таки лучше делаю не лечу, а просто удаляю, а свежее выращиваю. Поэтому рассада огурцов подрастает. Через неделю я буду их уже садить на постоянное место. И они у меня будут уже скоро плодоносить. Также хорош препарат Атлантик для огурца. Особенно вот сейчас, когда у меня растет огуречник. Новый, чтобы он сразу же молодой не болел. Поэтому я подливаю даже при поливе, делаю колпачок на пол ведра воды и просто поливаю всю свою рассаду. И моя рассада не будет болеть грибными заболеваниями. То есть эти новые препараты сейчас очень хорошо используются. То есть если почитать их, они используются. Ну, очки не взяла, поэтому написано. Привикур Энеджер. И это не реклама. Это препарат, который я приобрела для себя тоже в этом году. И спасаюсь так же, как и вы, от всех заболеваний. Потому что живем мы все в одной местности. Что же касается томатов. Томаты обязательно, чтобы не касались почвогрунта. Потому что, во-первых, слизни. Дырки, что делать со слизнями? Боже, люди просто в этом году просто не знают, что делать. Потому что они жрут все. Они делают дырки в томатах, в персах, в арбузах, в дынях, везде. Поэтому желательно спасаться. Препаратов таких для их уничтожения. Может они и есть, но это как-то в ограниченном количестве, в ограниченной зоне. А в основном народное средство это соль. Если вы вокруг куста своего посыпите солью, слизни не полезут туда. Они не любят этого. Точно так же работает скорлупа яичная, которую вы перемолите мелко. И точно так же посыпите. Они просто режутся, потому что мягкие. И они проползти вот эти преграды не могут. Поэтому пользуйтесь этими правилами. И все у вас будет отлично. Пойдем дальше. Итак, вопрос существует о прекрасном, конечно. Как сохранить маточники, как подготовить маточники. И как сохранить растения до будущего года. Естественно, вазонные растения мы обычно сохраняем хотя бы одно. Вот я после продаж остаются там бальзамины, допустим. Я высаживаю в огромные эти горшки. И стараюсь, конечно, их содержать до осени. Дальше я все-таки из таких растений, которые быстрорастущие, я делаю черенки. И черенки эти пока нарастят зеленую массу. И они хорошо сохраняются. А если большой, естественно, он начинает быстрее болеть. И это растения, которые остались после продаж. Вот видите, в кадочку. И уже хорошо сохраняются. Даже все колиусы, они прекрасно сохраняются. Но сейчас хотела бы еще показать, конечно, цветение лилейников. Мы никогда на них не попадаем. Но когда, поверьте мне, распускаются эти кусты. А кусты огромные. Эти цветы просто радуют. Конечно, много уже отцвело. Но остатки вот даже сортов я могу вам показать. Посмотрите, насколько это нежные, красивые цветочки. То есть они бывают и махровые. Видите, как вот эти. И когда их много, это просто облако цветов. Они получаются и крупные, сортовые уже. И полосатые эти отцвели. И черные уже отцветают. Поэтому это то, что осталось. Посмотрите, какие они все разные. И все красивые. И не правда ли, вот если взять, допустим, цветок. У них очень такие жесткие ножки. Хорошо держатся. И подарить этот букетик, конечно, тоже прекрасно. Жаль, что они долго не живут. Эти цветы быстро-быстро очень вянут. Но из-за того, что их огромное количество на кустиках, они сохраняются. То есть цветение сохраняется дольше. И радует дольше. И напоследок спрашивали плактикодон. Как его сохранять? А зачем его сохранять? Плактикодон вообще высаживается в открытый грунт. Это невысокое растение, которое растет до 30 сантиметров. И эти купинки, которые наращивают это растение, они бывают, скажем так, разного цвета. И белые, и розовые, и синенькие. И если их посадить один кустик в одно место, скажем так, он разрастается с годами. Он прекрасно себя чувствует и переносит зимы. И потом он разрастается очень красиво. 30 сантиметров и очень красивые кустики в цветущем виде у них получаются. Поэтому это растение очень неприхотливое. Поэтому даже не надо его нигде не сохранять. И никуда не заносите домой. А именно высаживайте в открытый грунт. И оно у вас само адаптируется. И будет в следующем году радовать своим цветением. Ну, а на сегодня я ответила на все ваши вопросы. Звоните. Я обязательно постараюсь найти ответ на ваш вопрос. Ну, а на сегодня все. До свидания. Берегите себя.